Друзья, я тут подумала, зачем играть произведение умерших композиторов, если можно взять произведение современного композитора, который живет вместе с нами, чтобы поиграть что-то новое, интересное, свеженькое. Мы же все любим что-то свеженькое, что-то интересное. Сегодня играем Onsra, Дениса Стельмаха, и ноты я купила на сайте, оставлю ссылочку внизу, еще оставлю ссылочку, вы сможете послушать все произведение от начала до конца. Так как мы здесь разбираем ноты, я подумала, что, ну, наверное, вы самостоятельно сможете послушать, как оно звучит целиком, и уже здесь начать разбирать ноты. Вы можете поддержать композитора там же, на том же сайте, потому что действительно у него музыка просто неописуемый восторг, ну, для меня, по крайней мере. Я прям большой поклонник неоклассики, потому что она такая очень расслабляющая и настраивающая на прекрасную жизнь. Хорошо, давайте начнем с того, что эта песня, это произведение, оно довольно-таки длинное, четыре страницы, и у нее есть четыре части, включая вступление и окончание. Я подумала, что мы сегодня разберем только две первых части. Первую, вторую часть, а еще и вступление. Поэтому буду показывать вам нотки, вы смотрите, и будем все подробно рассматривать и учить. Значит, в этом произведении два бемоля, две черных клавиши. Это Е, нотка Е и нотка А. Все нотки Е и нотка А становятся автоматически бемолями. Как так? А вот так. Представьте, что у вас вот эти белые ноты просто выдрали из фортепиано, и вы не можете нажать ничего, кроме нотки А бемоля и Е бемоля. Показываю вам аккорды. Две ноты нижних мы нажимаем левой рукой, все остальные нотки нажимаем правой рукой. Показываю вам аккорды. Вот это было у нас вступление. Значит, вы можете поставить на паузу все тайм-коды. Я оставлю внизу. Такая маленькая фишечка. Когда вы будете играть это вступление, и для того, чтобы не было каши в нотах, вот, допустим, первый аккорд, мы должны представить, что вот эти вот нотки, они звучат на процентов 30 от громкости, а 70% мы даем громкости вот этой вот нотке Д, чтобы оно вот прям было, вот знаете, как темное-темное небо и такая звездочка. Дальше следующий аккорд. И так все вот эти вот аккорды. Значит, что я делаю с педалью? Сразу давайте про педаль поговорим. Нота педаль. У меня держится педаль. Я нажимаю следующую ноту, и только сейчас поднимаю педаль и опускаю. Нажимаю ноту, подняла, опустила педаль. Нота подняла, опустила педаль. То есть в воздухе у вас должна быть либо рука, либо нога. Если вы поднимаете и руку, и ногу с педали, пиши пропало. Нужно как-то выкручиваться, либо играть заново, потому что все уже испорчено. Идем с вами дальше. Нотки не сложные. Будем их записывать. Я их всех высвечу здесь. Кстати, если вы хотите научиться читать ноты так же просто, как вы читаете любой текст, записывайтесь ко мне на обучение, и мы будем с вами играть абсолютно любую музыку. Хоть классику, хоть Цоя, хоть Эйнауди. Все, что вам нравится. Ну а мы переходим к разбору. Во всем этом произведении у нас есть определенная гармония. Начнем с того, что в левой руке основная гармония это так. До минор. Ля бемоль мажор. Фа минор. И соль мажор. Вам нужно посидеть некоторое время и вот просто вот эти вот аккорды поиграть. Очень знаменитая гармоническая последовательность. Но Денис сделал ее не совсем такой попсовой. Она будет звучать очень так благородно. И вот как-то так с такой долей какого-то сожаления. В первой части что он делает с этим аккордом? Мы играем его на арпеджио. Среднюю ноту мы относим вверх, а нижнюю ноту До мы дублируем. И у нас получается такая волна. Дальше. Ля бемоль мажор. Ноту С переносим вверх, а дублируем. Дальше. Эф минор. И по такому же принципу Г мажор. Прекрасно. Еще раз правую, левую руку. Это будет у нас первая, так сказать, давайте возьмем первое, первое предложение. Потому что первая часть у нас состоит из трех предложений. То есть первая часть, первое предложение. Что делает у нас правая рука? Значит, давайте запомним вот такую вот фигуру. Для чего? Мы сейчас вот эти вот нотки этой фигуры будем разыгрывать по очереди, в такой закономерности. Второе раз повторяем. Потом дальше вот эта вот фигура. Если сыграть быстро, получится так. То есть вот это вот такая фигура. Теперь постараемся соединить две руки вместе. Значит, каждая нотка играется вместе друг с другом. один раз аккорд и два раза вот эта фигура. И второй раз фигура повторяется. Следующая. Второй раз фигура. Теперь фа минор в левой руке. И соль мажор. Вуаля! Первое предложение готово. Смотрите, по поводу левой руки. Когда мы играем в это... Вот нашей кистью немножко постарайтесь объединить вот эти вот нотки, чтобы у вас пальцы не получилось такое, что они прям тянутся. Смотрите, тут можно играть вот такой аппликатурой. Мне больше нравится вот так. Я чуть-чуть сделаю вот такое вот движение кистью и объединю эти все нотки. То же самое. Та-та-та-там. Та-та-та-там. Та-ра-та-там. Та-та-та-там. Теперь это первое предложение повторяется. Давайте я его повторю. Второе предложение. Левая рука идентичная. Остается. Вот это вот у нас все остается. Теперь какая фигура в правой руке? Значит, у нас идет так. Запомнили, да? Верхний вот как ми, е, мемоль, ц, д, б. Соединяем двумя руками. И я вам скажу, что второе предложение тоже повторяется дважды. Поэтому я вам играю. Вы следите. Так. И повторение. Повторение. Смотрите, я очень так выделяю верхнюю нотку. То есть там-пам-пам-пам-пам. А вот эти вот такие. Они звучат так более тихо. И все равно смотрите на баланс левой и правой руки. Чтобы ваша левая рука не была как там-так-так. Мы выучили левую руку, поэтому все услышат, что она нажимает вот эти ноты. Нет. Будьте более мягкими. Третье предложение, которое тоже два раза повторяется. Ну что, пробуем соединить двумя руками. Музыка. 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 И это же третье предложение. Снова повторяется, но в конце будет маленькое такое изменение, как бы дополнение. Снова повторяем. И дополнение. И в оригинале, в нотах, вот на этих нотах поставлена формата. То есть мы, зависая на этих нотках, и продвигаемся дальше. Вторая часть. Левая рука двигается по похожим нотам. То есть у нас идет С. И потом мы уже не играем аккордом, а просто дублируем нижнюю нотку вверху. С. С. Дальше А. А. Потом Е бемоль. И Г. Чувствуете, как он поменял настроение из-за того, что сыграл, написал третью нотку не F, а Е бемоль. То есть у нас такое какое-то маленькое обновление, но оно звучит более так оптимистично. Далее. Как у нас идет правая рука? А, я вам не сказала, что во второй части, что у нас во второй части, у нас во второй части четыре, будет четыре предложения. Четыре предложения, и мы сейчас посмотрим, как они все строятся. Теперь мы, если мы делали вот так вот, тут была клякса, то теперь у нас идет расширение. Уже не так терпко будет это звучать. Вот наше первое предложение. Попробуем соединить двумя руками. Первое предложение. Оно же повторяется. Попробуем соединить двумя руками. И в конце такой, как бы, такая остановка. И я думаю, что мы на этом закончим. И знаете, я прям сама аж получила удовольствие, пока разбирала эти ноты. И несмотря на то, что тут все повторяется, это, с одной стороны, и облегчает нашу задачу в изучении нот, но, с другой стороны, даже, не знаю, вводит в какой-то такой транс, что ли. Ты просто можешь посидеть такой. Просто подумать о чем-то, о чем-то приятном. Ну что, давайте на этом закончим. Тут есть еще третья часть и четвертая часть. Знаю, если, может быть, запишу. Если вам нужен разбор третьей и четвертой части, пишите мне в комментариях. Ну, а мы с вами прощаемся и встретимся в следующих видео. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok